Продолжение следует... Участники программы сами определили тему сегодняшней дискуссии. Это внешняя политика России. В первой части эфира на вопрос своего оппонента будет отвечать Михаил Прохоров. Итак, Владимир Вольфович, пожалуйста, вам слово. Ваш вопрос Михаилу Дмитриевичу Прохорову. Уважаемые избиратели, сейчас мы будем обсуждать важнейший вопрос. Летом будет война. Но вы видите, как проходят у нас дебаты. Сейчас вечером вы все едете домой. Вместо того, чтобы сидеть и ловить каждое мое слово, потому что мы сегодня приблизительно 38-й год. Но по месяцам это будет, останется полгода. Я хочу Михаилу Дмитриевичу задать вопрос, поскольку он первый раз кандидат в президенты. Я уже пятый раз. Когда я был первый раз кандидатом в президенты, Михаил Дмитриевич был успешным банковским работником. Таким успешным, что даже вызывает подозрения. Выпускник советского вуза сразу начальник управления в банке. Карьера, которую даже сын Барака Обамы, наверное, не смог бы рассчитывать. Но это его дело. Я никогда не завидую, Михаил Дмитриевич. Я не буду брать советский период, Ельцинский. Сегодня. Вот сегодня актуально нам с вами. Сирия. Почему мы должны с вами защищать Сирию? Вы должны сегодня сказать, чтобы избиратели поняли, что если вдруг вы бы выиграли, что нужно предпринять нам немедленно. Если вы не ответите, я отвечу за вас. Потом, может быть, вы меня подправите. Кто следующий после Сирии? И в конечном итоге, будет ли большая война летом этого года? И какова роль России? Почему мы все-таки подпустили американские натовские армии прямо к южным границам России? Почему мы их не остановили в Ливии? Почему мы разрешили бомбить Ливию и уничтожить Каддафи? Это вопрос к Михаилу Прохову, правильно? Михаил Дмитриевич, потому что главная задача президента – это внешняя политика. Номер один, поэтому здесь у вас есть хороший простор. Я подправлю потом ваши ответы, если они покажутся неправильно. Спасибо за вопрос, Владимир Владимирович. У меня принцип внешней политики крайне простой. Есть Россия, и ее интересы для меня превыше всего. Интересы гражданина, интересы национального капитала и интересы нашей страны. Со всеми остальными мы торгуемся. Вот нашими интересами торговаться нельзя. Если это полезно для России, это полезно для нашего гражданина. Все остальное, кто нам мешает, с ними будем бороться. Те, кто нам может потенциально помочь, с ними будем договариваться. Теперь вопрос по Сирии. Я категорически противник того, чтобы влезать военным образом в дела любой страны. Абсолютно любой. Это касается и Сирии. Просто нужно всегда обсудить вопрос, а кто наши союзники? Наши союзники, в первую очередь, это те страны, которые идут демократическим путем. В Европе это Германия. Там, кстати, живут 2 миллиона русских, русскоговорящих. Это наш стратегический союзник. Мы должны вместе двигаться. Это Украина, у которых 8 миллионов русских работают и учатся, и хотят, видимо, к нам. Это Казахстан, где 4 миллиона русских. Мы должны оперировать вот этой нашей российской русской культурой. По отношению к Сирии крайне простой вопрос. У нас там есть интересы. Это единственная военно-морская база в городе Тартус. Мы должны ее отстоять. С точки зрения наших интересов, мы должны поддерживать демократические режимы. Но и допускать того, чтобы туда залетали боеголовки НАТО и входили войска, мы тоже должны этого не допустить. Поэтому наша позиция прагматичная. Нашей стране выгодно, чтобы там был демократический режим. Но это дело сирийского народа. И мы должны за столом переговоров решать такие вопросы. Нам выгодно, чтобы сохранился рынок нашего вооружения, куда мы поставляем. Для этого должен быть стабильный режим, который обеспечивает наши экономические интересы. Вот такая моя позиция по Сирии. Хочу сразу, прежде чем задать второй вопрос, поправить. Михаил Дмитриевич, в чистом виде классическая ошибка. То же самое делало советское государство после 1945 года. Мы лезли в Европу, мы туда поправили войска, мы там сделали родственные режимы. И нас оттуда выперли. И мы, так сказать, остались ни с чем, хотя мы победили Германию. То есть нельзя нам двигаться в сторону Европы. Это не наша среда обитания. Нам нужно двигаться на юг. Я не имею в виду двигаться как страна. А смотреть, что происходит там. Дальний Восток тоже нас не интересует. Там есть Япония, Китай. А вот юг и цари туда двигались. Вот Иран сегодня. Туда двигалась русская армия. Мы стояли в северном Иране. И воевали с Турцией. То есть вот на юге мы можем получить преимущество. И то, что вы сказали насчет демократических режимов, лет через 50, через 100. И нужно было вам еще сказать о чем. Что мы должны были поддержать эти режимы. Ливия, Египет и та же Сирия. Они скопировали у нас режим. Вот здесь вам нужно было бы практиковать Зюганова. Именно советский режим. Однопартийный. КГБ, армия и антизападная направленность. И Ливия пошла по этому пути. Египет и Сирия. Это мы сделали. Они думали, мы будем вечные. А мы исчезли. Нет больше СССР. 20 лет. И они теперь гибнут. И у них ненависть к нам. Вы понимаете? Ненависть к нам. А мы его начать. Вопрос. Михаил Анатольевич, вопрос. Следующего порядка. Вы говорите торговать. Наши интересы. Но часть международных отношений как раз торговля. Идеальный вариант вообще только бы торговать. Но они не хотят с нами торговать. С современным оборудованием. Они хотят у нас просто покупать сырье. Газ, нефть, металлы. Лес. Кстати, вот Норильский комбинат. Вы, наверное, хорошо знаете, куда уходит весь металл. Вы, наверное, знаете хорошо, деньги полученные от продажи продукции норникеля уходят в офшоры. Вы, наверное, знаете, что полюс золота ваша фирма. Вы имеете право, но есть моральный аспект, тоже находятся все капиталы там. Вы хотите продать все это хорошему инвестору. То есть это ваша международная политика. Но Россия-то ничего не выиграет. Деньги там, сырье там, люди там. Все лучшие мозги уже скуплены. Работают в Америке, Евросоюзе. И вопрос. И вопрос. Как мы защитим русских? И торговать с нами не будут. Поправка Джейксона, Веника еще не отменена. ВТО нас еще не приняли. Русский референдум провели. Референдум прошел по признанию русского языка вторым государством в Латвии. И премьер-министр сказал гадкую фразу. Этот референдум придумали маргиналы. То есть русский народ, проживающий в Латвии. Вы там на Украине столько-то, в Казахстане. Но вот издеваются над нами. И вопрос. Вопрос. Как вы предполагаете защитить русских хотя бы в ближайших государствах? Прибалтика. Михаил Дмитриевич, вы поняли вопрос? Вопрос в этом. Вопрос я, конечно, понял. Вопрос очень простой. Очень часто почему-то наши политики, не будем называть их имя, они говорят очень просто. Что везде враги, что никто нам не поможет, кроме нас самих. Это правда. А правда заключается в том, что сейчас основа для любого могущества является современная экономика. Поэтому нужно развивать нашу страну. Нужны русские прорывы, русские колондайки. Для того, чтобы все русскоговорящие приезжали к нам в страну, могли найти квалифицированную работу. После того, когда рынок труда нашими гражданами будет заполнен. Мы таких прорывов вообще не ведем. Поэтому у нас внешняя политика несуществующей страны, Советского Союза. Мы все с кем-то боремся. Надо не врагов искать, а друзей. А для этого нужно быть сильными. И у нас для этого все есть. Мы талантливые, мы работоспособные. У нас просто модель управления хромает. Поэтому нужно поменять модель управления, для того, чтобы страна начала работать на нашего гражданина. А внешняя политика подстроится под его интересы. Это совершенно очевидно. Хватит заниматься гигантоманией. Мы не должны больше этого делать. Мы должны работать на нашего гражданина. Он должен быть обут, одет, сыт. У него должны быть хороший труд, рабочие места. Он должен знать, что его мирный труд безопасен. Чтобы он развивал свое домохозяйство. И что государство его защищает. А главная проблема у нас сейчас не снаружи находится, а внутри. Это неэффективное государство, которое все коррумпировано. И она главная угроза для нашего гражданина. Что же вы хотите от международной политики, когда мы непредсказуемы внутри страны. Они нас и не понимают. Поэтому мы поможем всем нашим русским, когда мы станем сильными, эффективными. И они с удовольствием приедут к нам обратно и будут у нас с вами работать. Михаил Анатольевич, я правильно вас понял, что вы рисуете нам судьбу, Россия такая же, как Польша. Потому что если нам заботиться только о питании, об обуви, сыты, работа есть. И не решать стратегических вопросов, отказаться от гигантомании и только развивать нашу экономику и правильно какую-то новую схему управления в стране. Бороться с коррупцией. То есть судьба Польши. Нет, неправильно. Но избиратели вас поддержат, если вы хотите России уготовить судьбу Польши. А Россия это особая страна, империя и духовность, где духовное выше материального. Вы предлагаете русским давайте сытая жизнь, давайте школы, больницы и все. А они хотят, чтобы русский флаг развивался там, где развивался при Николае Втором. Давайте дадим возможность ответить, Михаил Анатольевич. Вы не чувствуете, что все-таки вас не поймут избиратели, когда вы просто к потребительству? Ничего подобного. Речь идет не о потребительстве, а о том, что сейчас определяет все современная экономика, ее сила. И если у нашего народа нету рабочих мест, о какой силе мы можем говорить? Поэтому никакая судьба Польши нас близко не подходит. Мы великая страна. Мы все умеем сами. Но мы должны договориться внутри страны, между собой в первую очередь, и построить ту страну, которая как магнитом будет притягивать все остальные страны. Сейчас в мире мировой кризис. Триллионы долларов не знают, куда им приткнуться. И я считаю, что у нашей страны великая судьба. Мы спасем мир. Мы должны спасти весь мир. Потому что мы можем быть той самой площадкой, которая будет бурно развиваться и спасет мировую экономику. Пусть строят железные дороги, пусть строят мосты, дороги. Это все будет работать на нас, на нашего гражданина. Мы будем хорошо зарабатывать, будем получать большие налоги в наш бюджет. Будем платить отличные зарплаты бюджетникам и позаботимся о наших стариках. Вот эта модель единственная возможная. Россия, которая спасает мир от этой новой чумы, мирового кризиса. Другой страны, которая могла бы быстро и эффективно спасти мир, я не вижу. Тогда еще два вопроса, Михаил Дмитриевич. Короткие, и вы быстренько ответьте. Разве вы не видите из вины коммунистов советских, которые как раз мечтали о том, о чем вы говорите? Чтобы мы были величайшей страной, чтобы к нам все ехали, чтобы нас уважали, чтобы у нас все работали. Почему вы не хотите сказать, что наследие наших поражений во внешней политике, это то, что было заложено при советском режиме? И вы не хотите тронуть ни Зюганова, ни советский период, как будто вообще этого не было. Владимир Владимирович, я вот здесь с вами абсолютно согласен. Та модель внешней политики, которую мы, к сожалению, сейчас проводим, к нам досталась от Советского Союза, от страны, которая уже не существует. Где главной целью было не процветание собственного гражданина, а мифическая борьба за пальму перенства в ущерб собственному народу. Здесь я с вами абсолютно согласен. А вот сейчас я задам вопрос, вы не будете согласны. Потому что вопрос касается внешней политики вашего друга Путина. Последние 10 лет. Мы топим международную космическую станцию. Минуты до конца, Владимир Владимирович. Мы смотрим над всем миром. Мы убираем базы из Витнама и Кубы. Мы пропускаем натовские самолеты в Афганистан. Мы пропускаем американцев в Среднюю Азию. Мы убираем шеварнадзе и собственными руками ставим врага России и Саакашвили. Все это ошибки путинской эпохи. И мы доводим дело до войны с Грузией. Мы выводим нашу армию из Грузии. И сегодня мы имеем везде опасность. Вот эти ошибки вы согласны покритиковать и сказать, что у Путина была плохая внешняя политика. Или вы будете... Прошу вас, Михаил Миколаевич, 30 секунд у вас. У Путина была неправильная внешняя политика, плохая. Мы дружили с одними диктаторами. Они нас предавали. Мы дружили даже с Европой и много пытались сделать. Шрёдер, Берлускони, другие. Но Европы для своей мы не стали. Мы не стали для Европы своими. Значит, была ошибка. Надо менять. Вот. В этом смысле, наконец, вы все-таки мягко, но коснулись ошибок советского периода и сегодня. А дальние... Спасибо большое. Спасибо. Аспекты мы не будем трогать. Михаил Дмитриевич, теперь ваша очередь задавать вопросы Владимиру Вольфовичу. Они могут быть такими же увесистыми, как и вопросы вашего оппонента. Прошу вас. Владимир Владимирович, я думаю, что вы согласитесь или не согласитесь, я не знаю, что для меня лично, вот основы нашего могущества... Прошу вас. Продолжение следует...